Стремится мир к вершинам облаков. Стремится жизнь почувствовать, увидеть. От дальних звезд до дальних берегов мы к свету рвемся, чтобы все предвидеть. Наукой нам подарены ключи. Наука открывает жизни двери. Науке свет нас выведет в ночи. Наука заставляет нас поверить. Искать, творить, любить и создавать наука – это сложное искусство. Кто жизнь свою науке смог отдать, открыл своей душе иные чувства. Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Это так формулируется ощущение, когда в главном зале нашей страны, государственном Кремлевском дворце, ты выходишь для того, чтобы стать участником уникального, удивительного события и настоящего праздника. Так много чувств, что трудно подобрать слова. Но мы-то точно знаем, что сегодня праздник, имя которому День науки. И мы-то знаем, что сегодня такое замечательное событие, что в этом зале собрались те, кто представляет блистательные умы. Вот ту часть нашей страны, которой мы гордимся и любим. И не только страны, а нашей любимой и неповторимой столицей страны – город-герои Москва. А сейчас, дамы и господа, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Добрый вечер, друзья. Мы с новым президентом Российской Академии Наук договорились, новый президент договорились встречать замечательный праздник российской науки по-новому. Пригласили вас в замечательный Кремлевский дворец. И Ольга Юрьевна, министр образования, поддержала нашу идею, чтобы праздник в таком вот торжественном зале, в такой торжественной обстановке отмечать каждый год и сделать его хорошей, доброй традицией. Слова приветствия ваш адрес направил президент России, Владимир Владимирович Путин. Я зачитаю некоторые строки из его послания. Наша страна по праву гордится именами выдающихся ученых, авторитетными научными и инженерными школами. Традиции подвижничества и инноваторства, преданности своему делу и отечеству всегда отличали российских исследователей. Их трудами приумножались богатства и мощь нашего государства, укрепляя его международный авторитет. И сегодня необходимо поддерживать перспективные исследования и передовые научные центры, одним из которых, безусловно, является Москва. В столице сосредоточены большое количество научных и образовательных учреждений, конструкторских бюро и проектных институтов, в которых трудятся талантливые ученые, инженеры, изобретатели. Весь этот мощный творческий и исследовательский потенциал служит интересам России и ее граждан. Желаю вам здоровья и новых открытий. Еще раз праздником. Владимир Владимирович Путин. Спасибо нашему президенту за высокую оценку труда московских ученых и их вклада в развитие российской науки. В Москве нет, как вы знаете, месторождений нефти и газа, железа и угля. К тому же запасы полезных ископаемых вообще имеют свойство когда-то заканчиваться. Зато в Москве есть неиссякаемые запасы интеллекта и знаний, благодаря которым наш город по праву занимает лидирующие позиции в отечественной и мировой науке. В московских давайте поаплодируем, это действительно так. Сегодня в столице трудится треть научных кадров страны. И не только численностью, но по сути дела московские ученые-инженеры получают свыше 40% всех патентов в нашей стране и публикуют почти половину всех научных статей. Сегодня московская наука – это фундаментальное исследование и разработка десятков перспективных отраслей. Это Российская Академия Наук и ее знаменитые институты. Это крупнейшие фабрики инноваций России, Курчатовский институт и РосАТО, Роснаны и Ростех, Роскосмос и Яндекс, лаборатория Касперского, Мейлро и Абит. Это Сколково, Физтех и десятки технопарков, где научные знания превращаются в коммерчески успешный продукт. Это и молодежные центры, и детские технопарки, где свои первые шаги делают новая смена. Хочу от всей души поблагодарить вас, друзья, за труд и энтузиазм. Спасибо за верность призванию и родной столице. Спасибо за выдающиеся результаты, которые прославили наш город и страну. За то, что сегодня вы создаете будущее для нас и тех поколений, которые придут за нами. А молодых ученых я хочу поздравить с первыми большими успехами, за которые лучшие из них удостоены премии правительства Москвы. Сами премии мы в этом году значительно увеличили. Желаю вам новых достижений, открытий, побед с праздником, друзья! Мы благодарим вас, Сергей Семенович, за выступление и приступаем к торжественной церемонии награждения. Для получения времени правительству Москвы молодым ученым на сцену приглашается Доктор физико-математических наук Станислав Валерьевич Шапошников, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Номинация «Математика, механика и информатика». Доктор химических наук Александр Георгиевич Мажуга, исполняющий обязанности ректора Российского химико-технологического университета имени Миттельеева. Номинация «Химия и науки о материалах». Доктор химических наук Пётр Сергеевич Тимашов, директор института перегенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Министерства здравоохранения Российской Федерации. Номинация «Химия и науки о материалах». На сцену приглашается доктор химических наук Николай Алексеевич Булычев, ведущий научный сотрудник физического института имени Лебедева, Российской Академии наук. Номинация «Химия и науки о материалах». Доктор физика математических наук Мария Григорьевна Хренова, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова. Номинация «Биология». Спасибо большое. Желаем, чтобы еще не раз выходили на многие сцены, в том числе и сцены государственного Кремлевского дворца, для получения таких наград. Я понимаю некоторую вашу неловкость и стеснение, потому что это действительно главная сцена страны. Вы привыкли всегда быть, что называется, за кадром и трудиться без того, что вы находитесь под пристальным вниманием тысяч глаз. Но ведь это очень правильно, что именно люди науки сегодня становятся настоящими звездами. Пусть будет так. Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд и за ваш вклад. Парни удобства, которые привыкли коллега, они проходят, им привыкаешь. Продолжаем. Уважаемый Сергей Семенович, уважаемая Ольга Юрьевна, уважаемые коллеги и друзья. День российской науки празднуется 8 февраля. 8 февраля 1724 года был издан указ о организации Императорской Академии Наук. И мы с вами в эти февральские дни, празднуя День Российской Науки, конечно, должны помнить, что этот день обязан своим происхождением именно Российской Академии Наук. Вы знаете, это очень символично, что вот сегодня мы здесь собрались в этом зале. То, что такие замечательные слова сказал Сергей Семенович о нашем взаимодействии, о нашей дружбе. Ведь действительно с 1934 года Российская Академия Наук была переведена в Москву, и с тех пор она неразрывно связана с Москвой. В 2024 году будет праздноваться 300-летие Российской Академии Наук. И давайте мы все будем работать таким образом, чтобы к этому времени Российская Академия Наук засияла не меньше, чем в ее лучшие годы, и чтобы Москва к этому времени превратилась в научную столицу мира. С праздником вас! Спасибо. Уважаемые ученые, мы приходим к следующему блоку награждения премии правительства Москвы молодым ученым. Кандидат физико-математических наук Максим Евгеньевич Панов. Научный сотрудник Сколковского института науки и технологии. Номинация «Передача, хранение, обработка, защита информации». Кандидат физико-математических наук Юрий Викторович Стебунов. Научный сотрудник Московского физико-технического института Государственного университета. Номинация «Приборостроение». Александр Борисович Воликов. Младший научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова. Номинация «Технологии экологического развития». Кандидат химических наук Александр Яковлевич Жаребкер. Научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова. Номинация «Технологии экологического развития». Александр Юрьевич Поляков. Инженер Московского государственного университета имени Ломоносова. Номинация «Технологии экологического развития». Станислав Алексеевич Шесточенко, инженер Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Номинация «Электроника и средства связи». Роман Викторович Захарченко, инженер Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Номинация «Электроника и средства связи». Ксения Андреевна Кузьмина, инженер Национального исследовательского технологического университета МИСИС, номинация «Энергоэффективность и энергоизбережение». Но сейчас будет очень массовое общее фото, что не может не радовать. Давайте вот совсем на авансцену, а вы, уважаемые ученые, поплотнее, красиво. И еще раз аплодисменты лучшим молодым умам современности. Спасибо! Дамы и господа, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова, академик Российской академии наук, Виктор Антонович Садовничий. Уважаемый Сергей Семенович, уважаемый Ольга Юрьевна, Джон Александр Михайлович, мне очень приятно выступать на фоне этого символа. Он мне что-то родное напоминает. Спасибо, Московский университет, вот Татьянин день, несколько дней назад исполнилось 263 года. Сегодня у нас праздник, праздник науки, и огромная благодарность вам, Сергей Семенович, за то, что вы этот праздник устроили. Потому что у каждого человека, кем бы ни был, в мире, всегда возникает вопрос, что нас ждет, какое будет будущее, правда ли, что сократятся профессии, все заменят роботы, правда, что ученые очень скоро сделают искусственный мозг, или правда, что очень скоро мы полетим на экзопланету и будем строить там дачу. И, конечно, таких вопросов много, связанных и здоровьем, здравоохранением, экологией нашей планеты, Земля. На все эти вопросы может ответить только армия ученых. Только ученые, занимающиеся наукой, могут прогнозировать, доказывать, предсказывать. И так случилось в нашей истории человечества, что все, что настоящие ученые исследовали, доказывали, так и происходило. Особая роль Москвы в создании мощной научной корпорации и Советского Союза, и нашей страны. Ведь именно здесь рождались главные проекты, которые защитили нашу страну, и атомный проект, и космический проект. И Москва окружила себя наукоградами, которые создали мощнейший пояс научный с той целью, чтобы Москва подпитывала эти пояса научные, а они, в свою очередь, отдавали свои знания, свой потенциал нашей великой стране. И то, что сейчас вот такой подъем, это очень великое дело. То, что вы, правительство Москвы, вы лично уже много-много лет получаете эти премии, присуждаете эти премии. И очень интересно для меня было посмотреть, а какова судьба тех людей, которые получили эти награды. И я посмотрел. Ну, на самом деле, за всю историю, каждый четвертый, получивший премию, это сотрудник Московского университета. Во-вторых, я посмотрел на них судьбу. Многие были уже избраны членами Российской Академии Наук. Некоторые стали ректорами крупнейших университетов. Некоторые возглавили те, кто сегодня получал крупнейшие научные проекты Московского университета. Некоторые стали заведующей лабораторией, вновь созданной лабораторией для молодых ученых. И тем самым мы делаем будущее. И Москва делает будущее. Вот если посмотреть на всю статистику и все ее описать, за все эти годы, а получили эти премии уже больше ста человек, я думаю, что это мощнейший потенциал нашей страны, который выкован и поддержан именно вами, Сергей Сергеевич, именно в Москве. Я думаю, сегодня праздники университетов. Я должен сказать об университетской корпорации. Потому что каждый, получивший премию, учился в университете, в своем университете. Он ее любит, будет любить. Будущее университета тоже принадлежит этим молодым людям. И, конечно, очень важно, чтобы наше образование было фундаментально. Чтобы мы не гонялись за какими-то модами, новациями, новыми системами, которые не апробированы и, в общем-то, заимствованы. Не в этом сила нашей науки. Поверьте нам, прошедшим многое. Наша сила в нашем таланте. Сила в таланте людей, которые населяют нашу такую богатую страну. Во всех отношениях. Сила в наших научных школах. Вот в тех нобелевских лариатах. Хотя не так просто было в то время получать нобелевское время. Но именно мы их получали. Наша сила в том, что наука неисчерпаема. И она притягивает все молодых ребят, чтобы заниматься наукой. И это прекрасно, вопреки мрачным прогнозам, что в России науки не будет. Вот наука здесь, в этом зале. И отвечая на вопрос того человека, который спросил, спросил, а что нас ждет в будущем. Я могу ответить. В будущем нас ждут достижения людей, сидящих в этом зале. Будущее за вами, молодые люди. Будущее за вашими открытиями. Я вас всех поздравляю. Всех с днём. Ребята, вам спасибо. Спасибо. Поздравляю вас, вашим коллегам. Слава российской науке. Слава нашей Москве. Аплодисменты. Ура. Сегодня в нашем концерте выступят лучшие из лучших для вас. Лучших из лучших. Это то, как говорится, всё, что можем. Но можем позвать лучших, пригласить лучших для того, чтобы вы, глядя на сцену, с удовольствием заметили. Равные нам такие же. Надеемся, что те, кто будет выходить на сцену, чтобы поздравить вас с этим праздником, будут вами любимы. И, надеюсь, вы их будете принимать аплодисментами, как всех тех, кто уже выходил на эту сцену сегодня. Ну, знаете, по крайней мере, с акустической точки зрения, этот коллектив — это абсолютно безупречно. Группа «Кватра». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ